Привет! Как я и говорила, мы посмотрим видосик с Сэм О'Неллы про продукты, в которых есть яд. Он небольшой, давайте заценим. Как мы с вами узнали из предыдущего видосика, там с яблоками есть одна темка. Но если вы не видели предыдущую реакцию, то чекните её на канале, потому что она уже там есть. Можете сперва посмотреть её, а потом этот видосик. Хотя этот видос вышел раньше, и, наверное, логичнее было бы сперва посмотреть эту реакцию, а потом ту. Ну, короче, сами смотрите. Погнали! Брокколи! Академия Сэм О'Неллы Привет, ребятушки! Ну что ж, настало время поговорить о еде. Сегодня я вам расскажу о смертельных ядах, которые можно найти в обычных продуктах. И первым в списке у нас будет ревень. Та часть, которую мы... Ревень? Это что вообще такое? ...не обычно едим, та самая красная и вкусная часть яда в себе не содержит. Что за ревень? Я без понятия. Не переживайте. Но вот о его верхней части такого сказать нельзя. Зелёная часть шевеля содержит... А, шевель. ...в себе небольшое количество шевелевой кислоты. Которая является ядовитой для человека. Она не из тех прикольных ядов, когда ты выпил его и сразу уснул. Этот яд тебя серьёзно потрепает. Особенно в желудочно-кишечной и мочевыделительной зонах. Также присутствуют такие симптомы, как проблема с дыханием, жжение во рту и горле, боль в глазах, кровь в моче, боль в животе. Ужас. Все тошнота, рвота, диарея, конвульсии. И только потом вы сможете ощутить сладкую свободу в виде смерти. Но если честно, чтобы достичь летального исхода, вам нужно сожрать дохрена и больше этих листьев. Где-то 5 килограмм. Для человека весом 70 килограмм. Для справки, в среднем человек ест где-то 2 килограмма еды в день. Так что съесть что угодно в таком количестве будет очень сложно. Следующим по списку идет миндаль. Слышали фразы? Серьезно, миндаль едобитый? Цианид пахнет миндалем. На самом деле все как раз наоборот. Сладкий миндаль, который едим мы с вами, содержит в себе небольшое количество токсинов. Но если вы съедите где-то полкило миндаля, вы почувствуете легкие симптомы, которые, ну не сказать, что очень веселые, ну и не сказать, что как отщавеливай кислоты. А для того, чтобы умереть от поедания миндаля, то вам нужно его съесть где-то 2 килограмма в течение 2 часов. На самом деле, вот когда я смотрела предыдущий ролик, я говорила, что вряд ли кто-то столько сможет осилить, но миндаль это орехи, а когда ты их ешь, берешь маленькую горсточку, то хочешь еще, еще и еще. И он сказал про, по-моему, полкилограмма, что уже может стать от них плохо, там голова будет болеть и все в таком духе. Я вроде так много не ела, но честно скажу, вот иногда бывает такой жор, что я смогла бы столько съесть. И очень круто, что он рассказывает такую важную информацию, предупреждая нас с вами. То есть вроде бы мы смотрим такой видосик хохотач, но в то же время мы понимаем, что так делать нельзя и сможем уберечь не только себя, но и своих близких, рассказав им эти факты. Потому что 2 килограмма миндаля за 2 часа, мне кажется, есть люди, которые тоже могли бы скушать, потому что миндаль очень вкусный на самом деле. Сорян за вот эту вот мокроту, я больше чем уверена, тут все прям блестит, но просто жарень. А я хочу реакции для вас снимать, хочу видосики смотреть. Если предположить, что данное количество еды является максимальным для потребления, и учитывать, что вы будете дристать, блевать и задыхаться, то вам довольно сложно будет это все удержать в себе. А, ну кстати, да, если это все выходить... Следующим по списку идут яблочные семечки. Наверняка вы где-то это слышали, яблочные семечки задержат цианогеновые гликозиты, которые в свою очередь производят цианид, когда попадает в пищеварительную систему. Такой состав можно встретить и в других фруктах с косточками. Но все-таки от яблок вы получите намного большую отдачу, ведь вам нужно всего лишь 90 грамм, чтобы все это познать на себе. Их в себе задержать намного проще. Суть таких семян в том, что когда вот эти существа их съедают, то они их просто высирают, и тогда там вырастают новые деревья. Они так размножаются. У дерева возникли бы трудности, если бы разносчик быстро умер. И именно поэтому цианоген может впитаться, только если семя будет раскрыто. Целое семя относительно безопасно. Но если вы хотите проверить на себе, то просто закиньте 18 яблок в блендер и выпейте это все. Но самое опасное... Не надо! Что делать? Что вы можете найти у себя на кухне, это красная фасоль. Да, это милый беззащитный боб хранит в себе множество ужасных секретов. Красная фасоль содержит в себе токсин под названием фитогемаглютинин. И вам нужно всего лишь 4 боба, чтобы симптомы проявились. Чё? Научное название для отравления красной фасолью пуки-пуки в животике. Но если бобы прокипятить, то токсин исходит на нет. А-а-а! Фу-у-у! Именно поэтому мы можем спокойно их есть. Но если бобы не докипятить или варить на медленном огне, то действие токсина только увеличивается. Афигеть! И вам будет достаточно всего лишь одного боба, чтобы стрелять из обоих орудий. Не, ну я слышала подобное про бобовы, там, да, про бобы, но в то же время я не думала, что всего 4 штучек. Мне казалось, что там надо тарелку целую огромную и честно, то я не нашёл доказательств, что кто-то от этого умирал. Наверное, из-за того, что люди сразу же выгоняли его из организма. Так что вы не умрёте. Но точно захотите умереть. Есть множество продуктов, которые содержат в себе небольшое количество яда. Но я решил рассказать об этих. Ну да ладно. Я Сэмонелла, озвученный студией Брокколи, и спасибо за просмотр. Ребятушки, также не забываем... А, о тех продуктах он рассказал в другом видосике, который мы уже с вами посмотрели. И реакция уже есть на канале, поэтому вы можете её чекнуть и узнать про эти продукты. Потому что там видосик, насколько я помню, немножко подлиннее. И там тоже есть интересные факты, которые могут спасти вашу жизнь и жизни ваших близких. Потому что такие вещи, как я считаю, знать нужно. Что нам помогает, а что делает хуже. Потому что в простонародье есть дофига всяких советов, да? Там съешь кучу того, съешь кучу того, а потом тебе становится безумно плохо, и ты не понимаешь, почему. Хотя ты вроде бы кушал натуральные продукты. И такое реально происходит очень часто. Люди старшего поколения, слышат всякое там в Одноклассниках, в Ватсапе скидывают друг друга. А потом ты сидишь, смотришь на всё это, офигеваешь и думаешь, как можно вот этот продукт в таком количестве употреблять или его смешивать с тем-то, тем-то или тем-то. Вот у меня, например, такое было однажды, и я просто была в шоке. Поэтому очень важно, чтобы люди знали, что вредит их организму, а что ему помогает. И не за счёт сарафанного радио, а за счёт того, что рассказывается действительно подтверждённая научная информация, подтверждённые научные факты. Спасибо большое за просмотр, берегите себя, и всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!